То, что в природе могло разлагаться десятилетиями, на этом производстве перерабатывают в считанные секунды. Ежегодно в мире производится от 3 до 5 триллионов тонн пластиковых пакетов. Каждую секунду выбрасывается в мусор около 160 тысяч. При этом перерабатывается лишь не больше 3%. В их числе компания «Неокомпозит». Например, эту гору пакетов утилизируют за два дня. Всего на небольшом предприятии перерабатывают до 3000 тонн пластика в год. Объемы в масштабах города небольшие, но польза ощутимая. Из пленки и песка выпускают ротуарную плитку и канализационные люки. Сдав мусор, можно не только сделать доброе дело, но и получить прибыль. Наша компания это чаяние народу услышала и отразила в виде текста «Очистим природу вместе». Что это означает? Что весь наш коллектив, мы мусор генерируем, и мы же его собираем. Собираем и перерабатываем. Не надо замусоривать территорию вокруг себя. Каждый может сделать это легко. В компании пошли еще дальше и создали экологический блок. Он не про бизнес и деньги, а про любовь к природе и бережные отношения к окружающей среде. На платформе собирают истории жителей и эко-волонтеров, проводят прямые эфиры и мастер-классы. За год социальный проект вышел далеко за пределы города. Пусть даже посадили дерево, пусть даже сказали своему ребенку, как правильно нужно убирать мусор, чтобы он не валялся, не бросать бумажки и так далее. И чем больше таких историй, тем, на наш взгляд, как раз и будет сформироваться какая-то экологическая культура. Тимур и его команда уже три года на страже экологии. Макулатура, пленка, пластиковые бутылки – это лишь часть того, что принимают в этой компании. Ребята являются промежуточным звеном между переработчиками вторсырья и потребителями. Отходы тщательно сортируют, прессуют и отправляют на завод. Отмечают, к разумной утилизации мусора присоединяется все больше тюменцев. Я думаю, это связано с их конкретной позицией. Они привержены к раздельному сбору, сохранению природы. И они готовы ездить, например, с другого конца города к нам, привезти свои 5 килограмм, сдать на переработку. Задача этих людей – вовлечь в процесс очищения природы миллионы единомышленников. Они уверены, что смогут изменить мышление людей, сделав их не просто потребителями ресурсов, а созидателями. Елена Старожук и Яков Смирнов. Тюменская служба новостей.